Хочешь на Байкале завод построить? Но тогда им удалось избежать наказания. Ущерб экологии колоссальный. Входит в число мирового наследия ЮНЕСКО. В году не вещь, когда ком. Проще сказать не нынче и не встань. А точнее сказать, в январе 2019 начали строить большой завод по откачке водицы из пяти священного озера Байкал. И это история о том, как мы все проебали. Сижу, монтирую видео и не могу найти один фрагмент, где я стою у стенки и говорю, что мы знаем о Байкале, давайте спросим эксперта. Не, ну че я могу тебе сказать? Байкал это клевая лужа. Прям такая большая на точке мира. Там как бы много красивых там медведей, там не знаю, короче, там нерпы есть, они там единственные. Вообще-то я хотел другого эксперта. Озеро Байкал самое глубокое озеро на Земле. Составляет 22% мировой пресной воды в мире. С 1996 года входит в число мирового наследия ЮНЕСКО. В озере и его окрестностях водится 2565 видов и подвидов животных и сверх тысячи растений, большая часть которых эндемики, нигде больше не встречаются. И вообще, там очень красиво и заебись. Что могло произойти в этом удивительном и прекрасном краю? Ничего особенного, просто на территории поселка Култук решили построить завод по откачке пресной воды и экспорт ее в Китай. Казалось бы, ничего страшного, у нас этой воды навалом, пусть берут, пусть пьют себе на здоровье. Но чтобы откачивать саму эту воду, нужно проложить трубы длиной 3 километра вглубь озера. И у этого уже есть свои последствия. Какие? Весьма хуевые. Спасибо. Строят, казалось бы, на болоте, но это болото становится пристанищем для перелетных краснокнижных птиц. Не забываем о том, что строительство завода ведется с помощью спецтехники, а это топливные отходы различной степени вредности. Ущерб экологии колоссальный, но это даст 150 рабочих мест жителям поселка. Но вернемся все-таки к китайцам, с которыми у нас давно сложились прекрасные туристические отношения. Дорогие друзья, наконец-то наша экскурсия пришла в то самое место. Мы с вами находимся в редком Забайкальском заповеднике с уникальной природой. Но вы можете спросить, почему здесь такие редкие леса. Да дело в том, что бурятская легенда гласит, что... А что вы здесь делаете? Я просто китайский туристома. Возвращаясь к бурятской легенде. Дело в том, что еще до похода Ермака местные жители, местные шаманы перестали поклоняться своим физическим богам. И вот в наказание местным жителям боги собрались и ударили на полный козердолгий полный козердолгий козердолгий. Поэтому здесь такое... Скандал пошел побольше его части. После того, как стало известно, что 99% компаний принадлежит Китаю. На 1% соответственно России. ООО Аквасип. Если не трудно, можете зайти на сайт налоговой, посмотреть там вся информация есть. Знакомьтесь, это Олеся Мульчак. Именно это фото выдает Google на такие имя и фамилии. Перед тем, как я скажу, кто это, ответьте на один простой вопрос. Задумайтесь на одну секунду и ответьте на вопрос. В доле бы. Это дочь Ольги Мульчак, которой принадлежит тот самый единственный процент компании ООО Аквасип. Скандал заключался в том, что несколько лет назад, а точнее в 2013 году, Олеся Мульчак и ее муж... Одну секундочку. Суньч Джейн Джунь, какая подозрительная любовь к Китаю, были фигурантами громкого дела о хищении леса на сумму более 2 миллиардов рублей. Но тогда им удалось избежать наказания. И это, кстати, информация взята не с пустого места. Есть статьи и все эти ссылочки есть в описании. Обязательно посмотрите, прочитайте. Не с пустого места информацию берем. А пока еще немножко знакомств. Что вам приходит на ум, когда вы видите этого человека? Может быть, певец? Стилист? А может, вам ближе глинамес? Гей? Этого пидора в химках видал? А может, вообще вы считаете, что это... Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, бледина. А между прочим, он первый забил тревогу и вышел на так называемый митинг у стен Кремля. Митинг был, где он был один совершенно. Кто не понял, Сергей Зверев сам из поселка Култук. Наш земляк, как-никак. Именно с этой фотографии в его инстаграме началась массовая истерия в социальных сетях. Люди начали просить подписать петицию против строительства завода. И именно, кстати, с его же подачи 24 марта по всей стране прошли митинги против строительства завода. Но давайте разберемся. На самом деле этот завод представляет такую серьезную опасность. Ток-ток-ток! Войдите. Евгений Валерьевич, мое почтение. Присажите присесть. Приветствую, присаживайтесь. Здравствуйте. Евгений Валерьевич, небольшой вопросик у меня. Хотел построить небольшой заводик на Байкале. Земелька нужна. Ты что, падла, хочешь на Байкале завод построить? Это же священная земля. Там столько животных занесено в Красную книгу, которые больше нигде не водятся. Там пресной воды только на весь мир хватит одной. Ты что, совсем охренел? Евгений Валерьевич, ну да, ну, не просто же так. Ну, как-то так. Вот с этого и надо было начинать. Я вас внимательно слушаю, излагайте дальше. Может, проедем, посмотрим сразу на участочек? Давайте проедем сразу. Давай, где он что-нибудь. По рукам? Погнали. Ну вот, Юрий Алексеевич, мы и на месте. Давайте посмотрим, какие могут вам понравиться места. Может быть, вот здесь вот что-нибудь выберете? Ну, Евгений Валерьевич, ну, вот не серьезно. Здесь давайте-ка вот здесь. Мы можем вот здесь? Нет, но здесь уже стоит фармацистический завод монгольский. Может быть, вот здесь? Нет, ну, может, мы не договоримся с ним. Ладно, понял. А вот здесь мы можем сделать? Здесь труболитейный зимбабвенский завод. Здесь тоже нельзя. Может быть, вот здесь? Слушай, ну, Евгений Валерьевич, ну, мы с вами деловые люди, как бы. Давайте уже, вот знаете, вот пальцем в небо, ну не буду, вот здесь неплохое место. Попробуем. Ну вот, Юрий Алексеевич, вот понимаете, пока вы выбирали, здесь уже построили завод китайцев. Я просто туристом она, да, просто туристом все. И действительно, каждый из нас хотя бы раз пользовался гугл-картами. И вот даже с помощью них можно посмотреть на реальную ситуацию. И это только маленькая часть, которую можем видеть мы, простые смертные. А сколько там находятся нелегальных других маленьких заводов, свалок, туристические городки, которые не убирают за собой мусор. Вообще, с более детальной экологической обстановкой на озере Байка можно ознакомиться по ссылочке внизу. Там есть очень крутое информативное видео, обязательно его посмотрите. Но мы вам хотели донести немножечко другое. Ну а теперь ставшая уже традиционная рубрика «Вывод на серьезных щах». А ложку можно хотя бы? Спасибо. Хлеба можно хотя бы? Нету хлеба. Блядь, это вообще уха. Конечно, строительство завода на территории озера Байкал – это колоссальный ущерб экологии. Речь здесь идет не только о поселке Култук. Таких заводов на территории Байкала несколько десятков. Не забываем также про сточные воды, где в сутки тоннами сливается наше же с вами говно. 27 марта Кировский районный суд Иркутска признал строительство завода на территории поселка Култук незаконным. Но юристы ООО «Аквасип» уже подали на это апелляцию. А в это время наши с вами любимые чиновники решили изменить немножко норму вредных веществ. В воду, в атмосферу. Не важно, чтобы строительство подобных заводов было на законном уровне. Не важно, кто построит следующий завод. Будут это граждане Германии, Франции, Кореи, Китая. Не важно. И за что же мы боремся, друзья? Как мы можем защитить жемчужину планеты, если мы не в силах защитить ее от самих себя? С вами были ребята из «Оскар Бенд». Если у вас есть другое мнение на этот счет, смело идите в комментарии. Поддержите обязательно этот выпуск лайком. Помогите продвинуть этот мертвый канал куда-нибудь еще. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»